В курятник захожу как на войну. Хожу за каждым яйцом. Вот этот вот член куриного общества, два раза его застало на месте преступления, как он залезает в гнездо, оттесняет в сторону курицу и сжирает яйцо. Остается мокрое место. Мало того, что я еще захожу вот с таким орудием. Это для рыбалки сачок такой. Иначе он набрасывается как собака. Вот такой у нас петух. Что с ним делать? Или отсадить его отдельно, подержать? Или он все равно клеваться будет? Ну, ой, что ж ты делаешь? Может он яйца перестанет клевать? Или одно яйцо съест? Ничего страшного. Ну, в общем, прихожу в курятник как на войну. Так, девчонки, дайте мне пройти. Двигайтесь. Двигайтесь, давайте. Заслоняюсь от петуха, чтобы он в голову не клюнул. Руки он уже у меня обклевал. Он меня уже побаивается. Но все равно, если курицу трону, тут же налетает. Мои хорошие, мои хорошие, хорошие мои. Так, идет, идет. Увидел, что я курицу потрогала. Идет. Не лезьте сюда, не лезьте, не лезьте. Не лезьте, а то мне ваш хозяин сейчас убьет. Не лезьте ко мне. На улицу ходите, холодно еще, холодно, холодно. Так, так все идет. Все, ухожу. Вот такой зверь-петух. Может, петух выступает в роли ОТК. Клюет, которые слабая кожура. Ну, он да, он клюет, у которых кожура слабая. Но все равно нам же жалко. Каждый день по яйцу съедает. А может быть и больше. Так, теперь у этих птиц посмотреть, есть корм или нет. Колено самое крупное осталось. Здесь почти одна чешуя. Надо шелуха. Нет, есть еще семечки. Потом подсыплю. Теплеть у нас и не собирается. Через неделю опять морозы будут до 18. И где весна. И вот тут еще немножко калины крупной осталось. Вся калина. Маск�� как... ... Гуравзка.